Здравствуйте, уважаемые пчеловоды, гости моего канала. Уже середина апреля, становится теплее, но, тем не менее, похолодание, перемены погоды, все-таки больше преобладает в апреле, чем в хорошие погожие дни. Но все же пчелосемьи накопили белкового корма, пыльцы, и первый этап в весеннем развитии семей, можно сказать, прошел. Произошло постепенное замещение молодыми пчелами погибающих, изношенных осенних пчел, которые перезимовали. Я об этом уже в предыдущем видео вам рассказывал. В этих семьях уже маточного молочка производится много. Одна молодая пчела уже может прокормить 4 личинки. Наступает второй этап, не менее важный. Это быстрое усиление семьи вследствие интенсивного размножения, выхода молодых пчел. Пчелы обильно кормят матку, которая быстро набирает темп откладывания яиц. Но до определенных и предельных значений еще она не дотягивает. Эта граница будет определяться генетическими и анатомическими возможностями. Чтобы темп яйцекладки был стабильно высоким, а это очень важно, нужно расширять гнездо. У меня по моей технологии расширение проходит несколько приемов или этапов. Сегодня у нас первый такой этап расширения. Вот сейчас я вам покажу. Снимаем утепление. Отодвигаем или вынимаем утеплительный пенопласт. И смотрим крайнюю рамку. Вот видите пчелки. Так, вот отсюда можно посмотреть. Пчелки обсиживают крайнюю рамку. Мед вскрыванный. Вот я вскрывал мед, немножко остались у нас. Но пчелки есть. Сейчас посмотрим, вынимем ее. Вот там уже расплод видно. Смотрите, там видно расплод. Вот расплод. Так, эту рамочку мы немножко вскроем. Раз мы ее вскрывали. Дело в том, что они мед перерабатывают. Я вам рассказывал. Перерабатывают. И вот жиденький мед, он складывается тут же. Или переносится на другие рамки, где больше расплода. Мы сюда поставим рамку. А здесь уже все переработали. Мы сюда дополнительно, вот как для расширения, поставим рамку. Но рамку мы возьмем с медом. Вот. Я всегда ставлю с медом. Тем более сейчас погода очень плохая. Холодно стоит. Поэтому, если мы будем вскрывать, медовые рамки вскрывать, они будут перерабатывать, и темп яйцекладки не будет останавливаться. Будет высоким у матки. Вот почему я оставляю такие рамки с медом на апрель месяц. Если будет тепло, они мед этот не переработают. Они его наоборот запечатают. Вот поставили. Хорошо. Теперь мы прикроем. Рамку на сколько здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот девятую рамку уже поставили. Уже можно расширять. Так. Прикроем. Эти планочками мне удобно. Я прикрыл, пчелы не вылазят. Им там тепло не нарушают. Вот почему у меня планочки. Некоторые говорят, зачем ему эти планки, зачем ему длинные рамки. Это все для того, чтобы весной было им теплом, удобно, уютно пчелам. И тогда они хорошо будут расти, развиваться. Так, закрываем. Пчелок сметаем лишних. Закрываем. Так, утепление сверху ложим. Ветер сегодня. И солнышко, и снег, и ветер. Все. Вот, мы закрыли. В глаз попало что-то. Так, я хочу еще вот что сказать. И бывает такое, что семьи слабые. Бывает такое. Вот, плохо перезимовали слабые семьи. В семьях слабых, занимающих 5, там 4 улочки. Бывает и 6. Ну, естественно, в этих семьях пчел меньше. А значит и кормилец немного. В этих семьях после засева маткой определенного числа ячеек, откладка яиц прекращается. Или резко замедляется. Потому что больше пчелам личинок не прокормить. Темп яйцекладки возобновится только тогда, когда выйдет достаточно молодых пчел. То есть кормилец. У таких семей долгое время не появляются резервные пчелы. И чтобы матка постепенно начала увеличивать яйцекладку до предельных значений. Таким семейкам нужно воспитать несколько поколений молодых пчел. Такие семьи экономически невыгодно держать. И мы в наших условиях объединяем, если есть такие семьи, по несколько в одну семью. Сейчас я вам покажу семью. Мы ее посмотрели. Там не так много пчел. И мы не расширяем ее. Но вы сейчас увидите, что я делаю с такой семьей. Сейчас мы ее откроем. Снимаем утепление. Снимаем утепление боковое. Ну, сейчас посмотрим. Вот я ее посмотрел. Посмотрите. Пчелок. Ну, не полностью. Они обсижут. Видите, и мед еще есть. Значит, что я делаю? Вот, если такая семейка. Значит, нужно... Как будто и достаточно пчел. Но ставить еще рано. Значит, что я делаю? Я стряхну. С этой стороны, видите, я вскрывал. Потому что пчелок было немного. И я не хотел уже ту сторону вскрывать. А это вскрыто. Они переработали. И мед, вот они в ячейки складывают. И переносят в другие рамки. Теперь я вскрою в этой семье... Пчелка. Вот он разогретый. Пчелки обсижут. Я вскрываю вот так ножом. Видите? Сюда. Вот. Вскрываю вот таким образом. Почему я ножом люблю пользоваться? Ну, потому что... Ну, мне удобно. Если кому-то не нравится, что я стамеской не пользуюсь. Ну, это дело привычки. Вот мне удобно ножом. Стамеска что же? Ну, разные бывают стамески. Их вариантов очень много. Ну, почему-то все хотят, чтобы я стамеской работал. Пчеловодной. Ну, мне нравится вот ножом. Так, значит, аккуратненько, чтобы не прижать пчелок. Так, назад ставим эту рамку. И мы немножко подождем. С этой семейкой. Мы еще будем смотреть. Так, берем. Утепление не забудем. Боковое. Так, утепляем. Плотненько мешковиной этой. Накрываем. И грузом, чтобы ветром не снесло. Ну вот, я вам показал. Одна семью, которая расширила медовая рамка. Вторую семью, которая, ну, считаю, что она недостаточно расширять в такое холодное время. А где-то прогноз на неделю будет еще холодно. Значит, я только вскрыл мед, я оставил так же самое. И вот так семьи мы все осматриваем. Ну вот. До скорой встречи. До свидания. Если нравится вам мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь. До свидания.